Праздник спорта, семьи и добра вот уже второй год подряд объединяет неравнодушных людей. И все это ради того, чтобы собрать пожертвования на оказание медицинской и терапевтической помощи, а также на специальные тренажеры, парты, компьютеры и другие необходимые предметы для детей с особенностями развития. Очень много благотворителей. Мы всем говорим спасибо. Я не буду их называть, потому что их очень действительно много. Все отнеслись с добрым сердцем. Здесь ни от кого не требуют, чтобы бежать быстро еще. Главное участие. Больше нам ничего не надо. Красота, здоровье и вообще добро. Среди участников много больших и дружных семей, которые посчитали своим долгом принять участие в благотворительном марафоне. В этом году к полезному делу присоединился Одинцовский мотоклуб «Ночные волки». Это благое дело. Почему не помочь? Естественно, мотоклуб «Ночные волки» всегда участвует в таких акциях, скажем так, очень давно. Это всегда было хорошо, это всегда приветствуется. После торжественного открытия и приветственного слова организаторов, мотогонщики дали старт благотворительному забегу. Всего в благотворительном забеге три старта. Два на 500 метров и один основной на 3 километра. Люди объединились не только ради личных рекордов, но и во имя благой цели – собрать как можно больше средств на лечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Первый старт был дан костюмированному фан-клубу и самым маленьким участникам мероприятия. Массовым стал основной забег, для участия в котором надо было сделать взнос в размере 500 рублей. А вот третий забег был предназначен для особенных деток. Это замечательно, что проводятся такие мероприятия. В нашем городе, по-моему, на моей памяти это впервые, ну, по крайней мере, вот я участвую, да, впервые. И я очень рада. И в дальнейшем, конечно же, я буду сама приходить, знакомых, друзей, детей агитировать на то, чтобы участвовали, естественно, в таких мероприятиях. Благодаря участию неравнодушных людей, особенные дети вместе с их родителями убедились, что они не одинокие и что у них много добрых друзей, готовых прийти на помощь. Мы очень счастливы, что есть такие люди, что у нас есть этот забег, что мы можем как-то себя показать, проявить, ну и, соответственно, помочь своим детям. Количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось. А это говорит о том, что жители района не могут оставаться в стороне от проблем других людей. Такие забеги многие считают началом хорошей традиции. Тут на трассе Ларисы Лазутиной. И я так готовился, там иногда мы бегаем по шести километровой, проходим. Ну, так я готовился ради детей-инвалидов. Потому что решил помочь детям, решил сделать благородное дело, решил просто развиться, погулять, побежать. Люди собираются, люди показывают, что они неравнодушны к этому всему. И чем больше таких мероприятий будет, тем, так скажем, тем лучше. На протяжении всего спортивного праздника работала благотворительная ярмарка, где можно было пожертвовать средства, а также принять участие в увлекательных мастер-классах. Собранная сумма составила 260 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.